Добрый день, с вами Саймон Нейл, и мы продолжаем компанию Revolution Under Sai. Так, ну и что у нас тут вообще наблюдается? Так, в принципе, некоторый прогресс у нас есть. Предлагаю отправить броневики сюда. Что у нас по новостям? Так, ну-ка. Да, детка. Распадается белая армия. Так, ну-ка. Зелёные? Всё. Я же говорил, что этот мужик поднимает восстание. Теперь-то уже всё. Ну-ка. Не могу, жалко. Надо посмотреть отдельные полки. Вохр. У-у-у, ребята. Так, надеюсь, проблемы с чем? С боеприпасами. То есть, если я сейчас не выдвинусь на Семипалатинск, будет плохо. Так, ну хорошо. Просто здорово. Так, вот так вот сделаем. В корках это бьёт. Здесь у нас всё нормально. Так, здесь надо перегруппировать силы. Потому что мы уже под измотались. Ну, британцы пускай тут ещё остаются. Так. Стоп. Вот это не здорово. Ну-ка. Так. Ну-ка. Давайте-ка выведем эти подразделения в сторону Новгорода. Да. Умирать. Даже-то, наверное, обучать не будем. Так. Куча снабжения осталось. Проводим по Смоленску. Чё у нас целом в Смоленске? О! Другое дело. Это пограничная дивизия. Нормально. Так. Чехи хотят на родину. Так. Отлично. Получили деньги. Так. Надо будет где-то в июле предпринять эту операцию. Ну и самое главное, вот это вот нравится. Да. То есть, Жанен считает, что политика Каучейка не приведет к победе в войне и направляет свои усилия на командование французскими солдатами и эвакуации Чешского легиона. Понимаете? Чехи валят. Ускоренно валят. Парализуют. Транссиб. Здорово. Теперь все стало полегче. Не зря мы кому-то так долбали. Ему сразу стало нехорошо. Тут стоит Блюхер. Свежие дивизии идут. В том числе кавалерия. Вообще, мне бы какую-нибудь кону армию составить. По-хорошему-то. Но у меня нет такого командира. А хотя... Тимошенко может... Где она у меня тут... Прыгает и скачет. Тимошенко... Ты где? Ага. Это опять-таки будет означать срыв. Ну ладно. Сделаем так. Тимошенко отстыкуем. И двинем его по кратчайшему пути. В этом направлении. Тогда вот этот корпус. Моего наступления пока ограничим. Вот с вот этим рубежом. Там еще Сиверс есть. Из неплохих командующих. Так. Здесь почти целый корпус переобученный стоит. Надо тогда... Мммм. Недообучили. Ладно. Так. Угу. Часть из района Воронежа. Перебрасываем в Харьков. Надо собрать как можно больше войск. Курск. Курск. Все окей. Так. Здесь... Не все окей. Московская. Московская. Две московские бригады. Давайте одну возьмем. Одно возьмем. Отправим. Сюда. Другую московскую бригаду. Вышли вот сюда. Другую московскую бригаду. Перекруппироваться надо. Другую московскую бригаду. Один. Нормальный полноценный корпус. Бросить уже. Ноу. Фу. Надо пользоваться тем, что противник парализован. Частично. Так. Проходит обучение. Понятно. Есть одна бригада. Пара ковпалков. Еще дивизию сформировать. Ладно. Давайте вложимся мы в пополнение. Ибо они тут просто нужны. Срочно закажем здесь. Не можем. Давайте в... А. Тоже не можем. Укрепим Симбирск. Важную переправу. Батареи тут можно возвести. Ну и давай вохр туда поставим отряд. Небольшой многоцелевой гарнизон будет. И такой же гарнизон под... Ну потом уже под Сыздранью. Так. Сейчас пробегусь глазами. Все. Не все мы сделали. Так. Эти подразделения под Смоленск отведем. Здесь под Киевом живем потихоньку. Так. Здесь пока вроде все более-менее так спокойно. Здесь надо поставить под наш контроль. Эти территории. Выбить. С дома. Неприятеля. И уже начать очищать от него Украину. Так. И двигаться в сторону Одессы. На Румынию. В принципе не хочу сглазить. Но все вполне успешно. То есть мы сдержали наступление противника из-под Ростова. В начале игры. Сграфировав крупные силы. Затем. Так. Под Батайском. Вижу крупные силы. Формируется. Надо будет туда отправить армию. Даже вот этих же самых солдат. Ну ладно. Посмотрим уже. Тут мы вообще вон с салагами. Нормально. Неплохо. Мы эти ресурсы. Что? Покончили с одним отрядом? А нет. Смотри он избежал боя. Так. Под Подонецком. Маймайевский против Махно бьется. Тоже, кстати, хорошая команда Рубевых, когда они пьянствуют. Нормально мы ему тут ущерб нанесли. Половинный войск. Что? Без чехов уже не так круто драться? Дружочек. Казаки тут шастают всякие. Настоятельность у него крупная сила. Так-то надо Ростовом обладить. Держать строй. Отступаем. Свечников молодец у нас. Вперед! Хорошо себя показывали в этих боях. Не гений. Хорошо себя показывали в этих боях. Сейчас возьмёт Ростов, передохнём, рванём на Новочеркасск. Тут, кстати, много войск. У него всего три полка уничтожили. На следующий ход ведём и добьём. Так, Орк, молодец. О, это Тимановский, по-моему. По фотографии не могу понять. Хотя Тимановского тоже как-то не часто. Может Тимановский, может нет. Нет, Витковский. Ну, Витковского вообще никак в жизни не видел. Ну-ка, чё закончится? Партизаны, партизаны. Нормально. Пусть удерживают за собой. Тогда будем бить. Вот так. Вот так. И на Луганск выйти. Перенаселенных пунктов освободить от белых. Здесь у нас нет комиссаров. Грустно так стало. Блин, реально нет комиссара. О, чекисты есть зато. Дальше. В плане новостей. Ага. Дезертирство. Вот так вот, выдвинемся. О, здорово. И дополнительная бригада под Ярославлем. Ага. Два матросских паука надо высвать. Сюда. Миница есть. Здорово. Передышку легко возьмем и пойдем дальше. Раз. Два. Саблин. Так. Вот тебя могу. Можно оставить. В качестве, допустим, местных командиров. Вот эти части надо. Пополнить. Хорошо-то как становится. Один компол тебе дадим. Один компол тебе дадим. Т.е. Все. Чапаев у нас такой вкачанный уже. Тебя тоже не можем раздуть. Тебя можем, но не сильно. т.е. 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 подразделение. на румынском направлении. Вот эту дивизию. мы можем выслать. вот сюда важнее гораздо плюс у нас тут где-то должно быть еще подразделение еще одна дивизия есть Сапожкова тоже сюда высылаем так там что неприятель подофигел надо сделать вылазку против него выбить его из подсальства дальше ситуацию в целом стабилизировали но тоже нужны вохровцы здесь так он подойдет сюда все, перекомплектуем корпуса максимально так хорошо дальше и вот таких машин понадобится переправы надо прикрыть мы не можем нам грустно так ну-ка давайте-ка медвежью гору мы закроем так вот сделаем здесь есть масса войск которые мы могли бы использовать их надо взять и вот эту же оралу высылать сюда в харьку только передышку будем брать здесь в чем причина почему ты не можешь двигаться кто тебя сковывает так сильно все равно кто-то сковывает кто-то из них ага здесь мы захватили недостроенные батареи красных лат нам теперь все стало понятно во всяком случае так тут нерегулярные части ну давайте выдвинемся мы под таком направлении отобьем гу ничего все они тут у меня расширились на какой-то отдельный отряд туда вообще высылать давай конный полк нет клондова может маловато оказаться ладно там разберемся один ков полк вышлем противник осаждает нас так эту банду мы отправляем вот сюда нам нужен никополь здесь армия почти готова хорошо одна бригада полная скоро подойдет и Тимошенко скоро дойдет следующий ход вот такие крупные выполнения и с ними мы поползем на юг имеет целью продвинуться через вот эти населенные пункты на Одессу а там объявим войну в Румынии надо спасти венгров а мы им не помогаем если мы можем при этом сможем сохранить наступление на востоке это будет хорошо но я пока не знаю еще кучу очков теряем потому что мы в прибалтике не можем ничего сделать национальный национальный дух самое главное он опять таки у нас тоже на высоте 120 очков доброполе так если эти города мы освободим от белых и от украинцев то это сразу изменит баланс в нашу пользу мы сможем как только дожмем здесь казаков бросить силы на что это он вдруг на завтра решил уйти двумя ков пауками так здесь мы один полк уничтожили ребят некими силами ведь действует все таки это броневики видимо ну тогда броневики на Новгород решил ударить все прибалты наглеют мы тут ему неплохо наваляли но прибалты наглеют просто штамповать причем по такому принципу что надо просто их отбить так обоза взяли отсюда мы ох тыж выдвинемся на север разобьем его так тут надо действовать еще энергичнее так и недообученные части сюда поставим так ну здорово у нас тут есть будущий корпус и мы это когда нибудь используем дальше вообще я сниму его как из Смельянска на коня а кстати в предыдущей серии мы это делали так на коня пролетарий в москве доступна первая клон армия с буденом ну пока так себе клон армия но в этом что то есть туда вот комиссарчик поставить деятельного так вот дабы они не разбегались особо хорошо из-под владимира бригаду мы отправим давайте на восточное направление чекистские части формируются хорошо сбить его с глаза за вам вот ух ты ж ёкар на отлично донецк наш отлично донецк отсюда из-под луганска мы идем под этих подразделений и на макеевку дальше если мы пока обороняемся противник не особо тут агрится на меня так скоска бригада на есть а в так ну где-то там нет вот так надо сделать теперь же еще обозы так бегом блокировать все укрепления здесь начинаем наступление таки мои партизаны бегают я предлагаю атаковать тут неприятеля даже более того давайте разделим силы правим дыбенко вот сюда одновременно с этим шаром у нас тут будет больше у нас тогда горстка людей остается допустим мы рванемся вот сюда разобьем его это все дело тоже развить какое-то наступление мы стоим что-то ждем так эти готовы не готовы шорс блин идет под знаменем красный командир шорс блин идет под знаменем красный командир шорс и оттуда на черкасский дальше разгромит противника так здесь мы уже голодать начинаем надо выдвинуться на красноярск начали голодать нет начали будем ждать пока враг сдохнет здесь надо дать бой неприятелем уничтожим его и пойдем на ташкент со временем таллин рига каунас понятно так во владимире достроили завод фрайк вор там сцепился с противником так сами военно-развитики может стоит заключить мир хрен вам а не мир так ну-ка еще есть одна бригада да так вообще так они просто интересно кстати так ну окей так еще стрелковая бригада есть и есть Тимошенко сколько у меня тут людей-то по корпусам из особо губы я выделю из нашего состава там будет не так чтобы плохо хорошее хорошее кстати нет все идеально практически сколько у нас людей двадцать пять будем считать тридцать сорок две пятьдесят три шестьдесят восемь замечательно вот эту армию надо двигать она у нас настолько крупная что просто неподъемная давайте мы ее двинем сейчас она столько большая что придется кусками вести похоже видимо так она и будет так и эту армию мы постепенно отправим на Одессу где она уже будет курлесить политикам все нормально обновляем железные дороги дальше казачки подзажаты а здесь я забыл кое-что сделать так ну давайте-ка мы определимся из моих армий будет играть главную роль в наступлении на УФУ какая второстепенная берзин видимо да тогда мы берзину перебрасываем эти подразделения так муравьев своими войсками выполнят второстепенную задачу обводит Эренбурга ну а берзин пойдет прямиком на УФУ вот так вот мы его выдвинем так и ты можешь ок тогда ладно мы можем достать так здесь мы с ней покончим целая бригада из которой я не могу никуда править с одной стороны ну-ка давайте-ка мы их вышлем из Смоленск Смоленск стало быть мы должны крупные у него силы стоят ну поехали можем это сделать здесь у нас просто таки территория уже под контролем обводить бы Ростовом падением вот нас спровоцировать падение казачьего войска и добровольческой армии и вслед за этим обрушить Севастополь посмотрим куда он перенесет свою столицу здесь он просто уже в окружении по сути то куда ему деваться теперь на север он мурманский на север он мурманский наверно будет день не угадайте теперь не шитьев кажется у нас потери то не всем большие а его толку даже не коробим ну лихо он обороняется от меня что то опять его отбили я уже в ближнем это бою уже похоже не в его пользу расчеты тут то наверно артиллерии был поэтому в первых раундов и дал партия лупит нас такие потери и были мы тут неплохо намололи грустно зато броневички у него убили лагая петь где там наша броник потеряли все григорий вслеснул с увагаем у него пуча артиллерии увагая так что на первых топорах у меня будут рубить только так конечно блин дофига у него батареи у него батареи уничтожили это армия встречает батарчиков и пушек она меня просто раскатала куда он там пошел офигеть какая армия вообще может существовать там же реально только броневики и пушки саренбургского войска будет скоро изолирована от остальной белой россии Абвозавзи Покончили с одной армией, ну или с частью покрытия казачьей армии, вот и все Белая церковь моя Надеюсь мы им наваляли, откинули Давайте сделаем, ну постоим сначала немного, дабы восстановиться Что с теми уродами делать я вообще не могу понять Как бы дальше я ушел опять Дальше значит ушел, есть куча проблем Давайте бросим сюда Григорьева Нашу казачью, оу, казачью, ну пошел, просто армию, поведем сюда А, я вообще парализован Значит дальше его тут разгромить, затем выдвинуться в этом направлении Переправиться через Бух, и мы почти там где надо Британские и американские войска покинут Россию, ну здесь хоть так или нет Версальский договор Все, нет Вот сетис О, блин Некого там поставить Классно просто Просто замечательно Арестуем ведущего командира и посмотрим, что будет Хорошо Тривседаток работает Удивительным образом Так вот сделаем Еще бригада сформирована Пошлем эту бригаду Вот сюда Некто лебедев Так, я думаю, что пора просто выбросить Хватит, хватит уж С ним возиться Не обученная войска Не обученная О, ты ж Ёк Ты кто такой вообще мужик? Блин Ёкарный папай Какой-то крутой Так, всяких батареек сюда накидаем Вот так вот Смотрите, его под осаду берет Серьезно? Так, эти подразделения я брошу В направлении на Таллинн Здесь мы его отбросим Я надеюсь Арабского умов водить Здесь мы А, парализованы опять Блин Так Здесь видим осаду Вау Вот просто партизанчики такие Разбухшие от состояния Дальше Дальше Угу Угу Так, мы сделаем Так, не можем Что, не один командир что ли У вас не может О, может один Начнем штурм Дальше будет видно Так, надеюсь Он без снабжения ходит Берем этот город Потом идем сразу на первом Отсюда мы начинаем Наступление Не можем Повысим к аналогам Так, идем на Уфу Берем ее Отдыхаем Часть из сил Идем на Бирск Чтобы угрозу с севера снять Вот как-то так надо действовать Что можем еще предпринять Белые под Уфой Тоже собираются В кулак Потому что понимают Что С падением Уфы Урал будет открыт Там же Екатеринбург Возьмем Екатеринбург И врагу будет Так Не пушки только тут Один полк Японские мы уничтожили Надеюсь С белыми покончили Чехи все-таки Похоже Прихлопнут нас тут От Бикины А так Мы хотя бы Сырятуем Это ублюдок Блин Зацарят Тут окно Украинского армия Разобрали Бронепояс Потеряли И на Одессу Так что Возьмем Одессу Июль Июль Так В Петрограде Свежая часть Есть Так Я так понимаю Он затратся уже не может Иде он Обсков Здесь мы его Отрезаем Молодец Молодец Июль Нас Берем Там Уже Накалу Насадар Пойдет Блин Ох Дерьмо Надо Дойти Обратно Батареи Которые Мы отбили И Трепицын Только Остался Ага Ага Че он там Все еще Тусит Трепицын Так Эти части Надо Разбить Вражеские И ударить Новочаркас Помочь Нашим друзьям Так Так Это Мы выбрали Поезда Есть Нам их Нет Поэтому Мне вообще Пофиг На самом Трепицын Мы должны Сюда Подойти Здесь Мы Нанесем Удар По Поветим Опорным Пунктом Противника Ирисоветград С нами За Анархию Лисичанск Трепицын Зеленый Все Окей Казакам Подкинем Сюда Как можно Больше Так Из Подожжевск Он Отошел Куда Он Интересно Движется Посмотрим Как Он Будет Бегать Когда Мы Кое Что Тут Займем Здесь Мы Готовы Наступать Так И Окажемся Буквально В шаге От Эдеринбурга И Лецка Потому Что Мы Можем Выдвинуться На Север С Целью Продвижения Встречу К Нашим И Здесь Наштурмовать Тоже По Хорошему Наштурмовать Здесь Надежда На Армию Тухачевского Что Он Быстро Выйдет К Одессе Пока Что Должен Быть Быть В Березовке Но Не Вышел Туда Как Надо А А Так Выйдем К Одессе Объявим Войну Румынам И Бросим Бросим Бурнарный Брат С Румынами Здравствует Мировая Революция Считайте Румыния И Венгрия Будут В нашей Описать В нашей Системе Политической Пока Что Мы Относительно Успешно Ведем Войну Не Без Не Без Проблем Но На Помер Гражданской Это Серьезные Силы Украинцы Пытаются Нас Выбить С Житомира Но Несу Потеря Здесь Мы Нагрянули На Перекоп Здорово Тут Тоже Блин Армия С Батарей Армия Из Пушек Блин Сейчас Ох Ты Сок Он Судар Где Привел Иванов Рюмин Или кто Он Там Подай Посмотрим Верным НагрLo Сок Вс Х Если Народ Алло Вс Читает Ох Т Что С Что С Кадисси вышлем Топорков нет Почему он топоркует дома постоянно? Не здорово это Бронепоезд что ли там встаем в конце Команды еще нет Казачьи отряды пытаются затормозить Наше продвижение на Оренбург Интересно как много у них тут людей Нормально Сломали Так от Саратова противник отбросили Противник стабилизировал для себя положение Что там у нас Так Вернее Так это в первый уклон О Хорошо Смотрим Сюда его можно высвать на самом-то деле Как только он выздоровеет Постранение Французские транспорты мы взяли Украинские батареи Украинские батареи Пока мы постоим здесь Вышли Нет Рахи мы не можем отосвать Хорошо Вот так сделаем Тираспольный тоже нужен Хорошо Так как Вау Сколько всего взяли Батареи Батареи Прежде всего Самые разные Перекол будем осаждать Что Не можем Атаковать Мы их тут Если Переправиться Не можем Ладно Вот так вот Проскочим И Пойдем На Херсон Кто у меня там Каменев Каменев Это Не хорошо Уже Хоть что Изменилось Где его Группа Войск Это она Нет Это не его Группа Войск А где его А Блин Вот в чем проблема Хорошо Одну машину Возьмем И Отошлем Здесь мы возьмем Машину И вот эти отряды И вышлем Их Под Одессу Надо Надо убить Там Влезет Пускай торчит Здесь мы Переправляемся с боем Берем Перм И готовимся И готовимся Наступать Дальше Ну ладно Пускай так Пусть разница Просто Здесь Нельзя передышку Брать Даже вот так Сделаем Добьем Ещё На один Переход Надо Подождать Ладно Остальное Это уже В следующий раз Всего хорошего Всем пока